ПРОФИЛАКТЫЧНАЯ РАБОТА Президент Беларуси Александр Лукашенко здействовать визиты в Российскую Федерацию и Республику Таджикистан. 14 мая у Сочи президент примет дело в посадении Высшейшего Евразийского экономического совета. В планах так само встреча с президентом России Владимиром Путиным, на якой лидеры краин обмеркают стан и перспективы двухпаковых относинов. После завершения мероприемства у Сочи Александр Лукашенко накируется с официальным визитом в Таджикистан. Визит продолжится до 16 мая. Запланованы перемовы с президентом Таджикистана Эмма Мали Рахмоном. По их выниках отбудется подписание шерогу документов. У Рад пропануя китайской корпорации «Сити Групп» скончить проект по вытворчасти кордона у Добруши, поведомляя Белта. Такую пропануя керавництву кампании особисто зарабил премьер-министр Беларуси Андрей Кабяков. Керавник Урада высоко оценил деловую репутацию корпорации и выказал упевненность, что этот проект будет ее по силах. Премьер-министр подкреслил, у Рад затекавленный в больших худким завершении работ. Протягиваем выпуск. Деяность правоохранных структур повинна быть накирована на больше активную профилактичную работу. Такая задача поставлена подчас сегодняшней областной координационной нарады, якая пройшла у Речицы. Для достигнения этой меты пропанувана у приватности организовать в учебу с упрацовниками прокуратуры, представников первичного звена, субъекта у профилактики. Это сельские выконками, жилевые управления, участковые инспекторы. Загученной информацией и криминогенной ситуацией у регионе ознайомился Олег Синцеров. Для проведения областной нарады по разбесу с злочинностью Реческий район набраны не выпадково. Хулиганство, семейное насилие, распрощадение наркотиков в этой факте тут редким еще не заявляется. Додатковые пытания до местовых субъектов профилактики заявились после того, как их деятельность детально пронизывали супрацовники прокуратуры и милиции. Об тем, что ситуация в Реческом районе не заявляется критичной, можно мерковать по такой лечбе. Летость в уровне злочинности тут снизился больше на 6%, але гэта не отменяя необходимости больше активного реагования на иснующие проблемы. А про чатаху нелега сказать, что региструемые тут правопорушения заявляются характерными только для гэтой территории. Тем больше актуальные, зробленные выводы и выказанные пропановы, и рот наибольш значных проблем семейного насилия. В Гомельской области что год региструется каля 17 тысяч таких выпадков. Гэта маль треть от агольной колькости правопорушений. Снизить эту лечбу можно одним способом – неформальной профилактичной работой. У якости прикладу семья Агрогородка Хомич Реческого района на протягу некоторых годов уже субъекты профилактики ведали. Ситуация там саправдан несприяльная, але действенных мер не принял никто, як выник троеды. Отец поднял руку на мать, и было совершено убийство. Сегодня мы мать потеряли, отец находится в местах лишения свободы. Судьбой троих детей сегодня занимается государство, родственники. Вот вам причина для того, чтобы сегодня для каждого субъекта профилактики определить задачи, разработать тот алгоритм, который бы не позволил случаться таким трагедиям. Подчас мониторингу субъекту профилактики Реческого района увагу звернули на все службы. От инспекции по справах неполнолетних до установ охова здоровья и социальной службы и знову факты формализму. Часка доброохотных народных дружин у сельской местовости истнует только на паперы. Больше уваги потребуются не простующие грамотяне, а так само особи, які вызволяются в месту позбавления воли. Раз некий час, некоторый язык знову тропляюч у медицинской зводки. Лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, оказываются в трудной жизненной ситуации и ничего иного не находят, как совершают дальше преступления. Увы, часто наступают трагические последствия. То есть это и убийство, и умышленное причинение тяжких телесных повреждений. И еще одна тема, которую заканули подчас областной координационной нарады уречице боротьба с наркобизнесом. Проховники перекананы за распространение наркотиков, покарание повинно быть вельми строгим. Тем больше, что принимаемые меры заявляются эффективными. Управлений с 2015 годом, коли были унесены изменения у законодавства, колькость правопорушений, які связаны с наркотиками, на умышлении знизилась амаль на чверть. И они сегодня заслужены и по закону осуждены и находятся в местах лишения свободы. Поэтому тема наркотиков по речице также будет обсуждаться. В этом плане регион тоже неблагополучный. Идут определенные процессы. И мы здесь тоже видим резервы для работы по профилактике данного вида преступлений. Не только со стороны правоохранителей, но есть претензии по работе наркологической службы района. Есть претензии к учебным заведениям. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель» с речи сын. Сегодня у войсковой части 55-25, ведомая так само, как шестая особная специальная милицейская бригада, прошел ритуал огульновойсковой вечерней поверки. И она была присвечена Дню державного герба и державного стяга Республики Беларусь. На плацу увесь особистый состав у войсковой части. Причем на этот раз поверка отбывается одночасово в четырех городах в области, где размещены подразделения бригады – «Гомели», «Светлогорску», «Речицы» и «Мазыры». Процедура расписана литерально по хвилинах и не допуская ніяких отхилений. Вынос державного стяга, штандарту державного герба и боевого стяга под гуки военного оркестра. Доведенье до военнослужащих положения об державных символах краины и непосредна поверка, подчас якое першим называют имя героя Советского Союза Дмитрая Пеняськова – гонорового солдата 1-й патрульной роты войсковой части 55-25. Одразу после завершения ритуала частка военнослужащих накеровывается для патрулевания городских улиц. Основная задача – подтримание громадской безпеки и парадку. Герб и флаг – это отражение величия и красоты родной земли, преемственности исторических традиций и неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего. Созидательного характера беларусов и вместе с ними мы уверенно идем вперед к общей цели – построению сильной и процедуающей Беларуси. У Беларуси протягивается проведение субботних телефонных линий мясовых уладов. 12 мая с вороты грамадян будет примать наместник старшины Гомельского Абловы-Канкама Владимир Прывалов. Номер телефона – 33-12-37. У Гомельским Гарвы-Канкаме правую линию проведет первый наместник старшины Александр Сиваков. Звертаться треба по номеру 33-09-59. Прамые линии будут працевать с 9 до 12 годин. Заявки для удела у 15-м Гомельским экономичным форуме подали представники 23 краин. Среди тех, кто проявил цикавость – Германия, Чехия, Финляндия, Египет, Грузия. Гомельский экономичный форум все лето пройдет 25 мая. Уже вядомая его попередняя программа. Заплановано некальки секций, а так само другий конгресс свободных экономичных зон. Масштабный гандль нерухомости у рамках форума анонсовал фонд Гомеля обломаемость. У першиню Гомельский экономичный форум был проведен в 2004 году. За этот час он пройшел шлях от региональной подеи до масштабного международного мероприемства. Выстава весна у Гомеля все лето пройдя у палацы легкой атлетики. Нагадаем, у опошних годов форум проводили на открытым катку на Речицким проспекте. Однако палац на юбилейной уже некальки разу становился местом ее проведения. Концепцию форума позначили, як усе богатие родного краю. Весна у Гомеля – самая масштабная региональная выстава в Беларуси. В этом году она пройдет с 24 по 27 мая. Урочистое мероприемство, присвеченное Международному дню медицинской сестры, пройшло сенья в Доме профсоюзов. На его запросили супрацовника у середнего звена зусей в области. Фактично, этот день святкует уже больше, как 150 годов. Однако официально он был заснован в 1974 году. Дата обрана с нагоды дня народжения Флоренс Найнтингейл, якая организовала первую в свете службу сестер милосердности. Почас военных конфликтов у медсестры оказывали первую медицинскую допомогу пораненным. Зараз у Гомельской области працует больше, как 17 тысяч медицинских сестер. И часто минавито медработники середнего звена выконывают наибольший объем працы. Большая часть системы здравоохранения представлена средним медицинским персоналом, который участвует в оказании медицинской помощи, в лечении, ну и в основном на плечи их ложится уход за пациентами. Почас рачистого мероприемства медицинских сестер веншавали со святом представники управления ховы здоровья Гомельского облаканкама и обкамагали нового профсоюза. Яны уручили гоноровые грамоты 12-ти левшим работникам, які унесли значную укладу разведцю сестрынской справы. Тайнапис Сальвадора Дали. Выстава графичных творов открылась у картинной галереи Гауреила Вашчанки. 60 оригинальных работ знакомитого испанского мастака у першыню выставляются у Беларуси. Далі – великий мистифікатор, майстр, уласное життё, якого стала легендой. Правда не отдельная от выдумки, а саправдный твару тоювается под маской эксцентрика. Перестая в образе заповяданья у казаки мифа, он перанёс у малявничий сюрреалистичный свет. На видвольники выставы смогут разгадать таемное послание мастака и почуть его внутренний голос. Амаль три годы спотребилася капсформировать гэтую экспозицию каляровых графичных творов, собранных у приватных коллекционеров и галерей Европы и Америки. У трёх выставочных залах разместились литографии серой «Прыгода Алисы Украине Цудов», «Кармен», «Долинянские кони» и трилогия «Кахання». А кроме того, у вазі наведвольников будуть представлены иллюстрации до оповести Педра де Аларко на трёхвуголка, выкананная у технице ксилографии. В прошлом году мы показывали выставку «Сальвадор Дали» и «Павло Пикассо», которая была предоставлена к нам из города Москвы. Эта выставка предоставлена из Санкт-Петербурга организации «Арт-центр». Надо сказать, что мы не случайно эту выставку ожидали два года. Мы два года стояли в очереди, чтобы всё-таки её заполучить. Ну и, конечно, посетители могут посидеть в нашем видео-маленьком салоне, получить достаточно большую информацию о творчестве, о биографии Сальвадора Дали. Познайомиться с творчостью Сальвадора Дали у Гомеля можно до 22-го липеня. Фестиваль замежных культур пройшёл у белорусским Гандлёво-экономичном университете с поживецкой кооперацией. Студенты из Таджикистана, Туркмении, Нигеры, Конга и Египта представили свои национальные костюмы и фольклор. Мероприемство под назвой «Диалог культур» ладзится некальки год за пар. Гэта не с поборництвы и не конкурс, хучэй наладжване зносинов помеж культурами розных народов. Студенты организуют импровизованную выставу своих национальных костюмов, главных уборов и упрыхожеваннёв. Представляют свою родную краину песнями и танцами. Калі гучать традиционные музычные инструменты, навод глядачам тяжко утриматься на месцах. Очень нравятся наши национальные танцы и наша национальная кухня тоже им очень нравится. Когда мы угощали своих однокурсников, они были в изумительном ощущении, что не передать словами ту связь, которая есть между нами. С поборництвы поколения у Сёня во урочище Чичонки под Гомелем отбылась первая областная спартакеяда сиротгромадских объединённёв. Спартывное свято стало выникам домов в обсупрацовнёстве, якуй заключили БРСМ, Федерация профсоюзов и Белорусское объединённёв ветеранов. Три команды выявляли мощнейших у восьми дисциплинах. Причим, подобранные яны были с тым уликом, кабню взрос, ни физичная подрухтовка не давали переваги. Пятанг, домино, настольный теннис, шашки, шахматы, волейбол, стральба с пневматичной винтоки и дартс. Головное мытос поборництву не выявить мощнейшего, а добро провести час, погуторыть и наладить ещё больше шчильный диалог по межрозными поколениями. Это сделано здорово, первый раз такая спартакеяда. Я вижу в глазах людей огонёк, как и у молодёжи, так и у нас, пожилых. Я скажу, что это здорово объединяет всех, помогает в организации отдыха. Мышление, общение. Но я думаю, это только пойдёт на пользу. Молодёжи надо смотреть и видеть, чем живёт старшее поколение. Мы, как представители трудящихся поколений людей работоспособного возраста, то же самое должны обращать внимания на молодёжь, смотреть, как они живут, как ветераны. Поэтому очень важно. Это то мероприятие, которое сплачивает именно поколение. Пироможца, первой областной спартакеяды серот громадских объединаний устала команда областного объединения профсоюзау. ГТА, так и другие новины, вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by. Далее у эфира «Де-факто» и «Спортивный огляд». А я с вами развитываюсь. Плённых вам выходных днём и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает «Де-факто» в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. По одной из рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнём при разведении костра стало причиной ЧП в Калинковичском районе. Накануне спасатели районного подразделения выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Уженец. По прибытию к месту вызова спасателей открытым огнём горел деревянный дом, кровля которого обрушилась. На момент прибытия подразделения к месту вызова деревянный жилой дом горел открытым пламенем. Кровля его обрушилась. Хозяйка домовладения совместно с дочерью находились на улице. Пожар был ликвидирован спасателями, однако жилой дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается. Уже через несколько часов из-за пожара лишился дома и житель Октябрьского района. К счастью, в ЧП также никто не пострадал. Около полуночи спасатели Октябрьского районного подразделения выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Ростов. В момент появления на месте ЧП первых подразделений спасателей огнем был полностью охвачен деревянный дом. Хозяин домовладения пенсионер 1947 года рождения, который проживал один. На момент прибытия подразделения МЧС к месту вызова находился на улице. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем при курении. В сводку чрезвычайных ситуаций за прошедшие сутки попал и Брагинский район. Поздно вечером спасатели районного подразделения отреагировали на сообщение о пожаре бани в деревне Новая Иолча. Пожар был ликвидирован и на месте ЧП пострадавших не было. С разницей в полчаса спасатели Брагинского районного подразделения выехали по сообщению о необходимости оказания помощи в извлечении легкового автомобиля, который застрял в дорожной яме. Водитель и пассажир у медицинской помощи не нуждались, а вот иномарку работникам МЧС пришлось извлекаться спецоборудованием. Яма на грунтовой дороге оказалась приличных размеров 6 на 12 метров и была заполнена речной водой. 12 немецких противотанковых мин и два снаряда были найдены во время сельхозработ на одном из полей Калинковичского района. Опасную находку обнаружили местные жители. Саперы извлекли боеприпасы из земли, вывезли и уничтожили. Как известно, на территории района такие находки не редкость. Во время войны здесь проходили ожесточенные бои. От новостей о происшествиях к информации от сотрудников внутренних дел. С наступлением весенне-летнего сезона участились случаи краж двухколесного транспорта. Только за последнее время в области уже похищено 42 велосипеда. Кражи совершаются в основном с целью дальнейшей перепродажи. При этом раскрываемость таких преступлений составляет не более 50%, так как краденые велосипеды очень легко разукомплектовать и перепродать. Что сделать для того, чтобы его не украли? Естественно, использовать защитное устройство. Во-вторых, не оставлять велосипед в подъездах на лестничных площадках, а все-таки стараться хранить его где-то в квартире и где-то в других местах. И третий немаловажный факт это поставить велосипед на учет в милицию. Делать это бесплатно. Такой обзор происшествий и криминальных новостей к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В полуфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу гомельская команда ВРЗ сыграет с Аршанским Витеном. Энергетики в решающем матче четвертьфинальной серии крупно обыграли Могилевский Форты 7-2 и продолжат борьбу за награды. Первые поединки полуфинальных противостояний состоятся 14 мая. ВРЗ начинает дома. Матч на паркете спорткомплекса «Локомотив» начнется в 17.00. Вторую пару полуфиналистов, напомню, составили лицельмаши столица. Стартует это противостояние в Лиде. На четыре дня растянется игровая программа седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Первые поединки состоятся уже сегодня. Завершится тур в понедельник, 14 мая. Футбольный клуб Гомель свой матч проведет завтра. На поле стадиона Центральный Зелено-Белая сыграют Джодинским Торпедо Белас. Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 17.30. В турнирной таблице подопечные Вячеслава Герасченко располагаются на 12-й позиции и соперник на 5-й. Завтра завершается чемпионат Беларуси по гонболу среди женских команд в группе А. На расстановку сил в турнирной таблице поединки заключительного тура не повлияют. Столичный БНТУ Белас в ранге чемпиона ждет в гости Гомель. Гомельчанки два года подряд носившие звание сильнейшей команды страны сложили свои полномочия. По итогам нынешнего сезона они довольствуются серебром. Городничанка обеспечившая себе бронзу в заключительном туре на своей территории играет с Витебчанкой замкнувшей квартет сильнейших. В Гомеле сегодня состоялось первенство области по дзюдо соревновались борцы возрастом до 23 лет. Эти состязания отборочные по их итогам сформируют команду, которая через неделю в стайках будет отстаивать честь области на первенстве республики. Также на горизонте маячит возможность осенью отправиться на первенство Европы среди молодежи до 23 лет. Так что сегодня на татаме вышли все сильнейшие атлеты. И вообще к молодежи особое внимание это возрастная категория перехода из юношеского спорта во взрослые. И не всем атлетам этот переход удается легко. Удержать талантливых спортсменов главная задача. Да, много теряется на данном этапе. Много теряется людей, потому что сейчас как бы все вопросы упираются у нас в финансирование. Довольно больная тема. Ну, стараемся искать. Искать, искать, как говорится, это тренерская задача. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.